Даже сильный дождь, который зарядил с самого утра субботы, не смог испортить праздничного настроения отправляющейся в Беларусь делегации. Еще издалека, на подходе к платформе, видны флаги наших поселений. Молодежь поет шлягеры военных лет под аккомпанемент лихого баяниста. С первого взгляда довольно сложно друг друга узнать. Гимнастерки, пилотки, галифе, военная форма к лицу всем, без исключения. Некоторые главы особенно удачно вживаются в образ. Под стук колес дорога пролетает незаметно в 6 часов утра. Поезд Москва-Брест прибывает на платформу центрального вокзала. Делегацию встречает теплое весеннее утро и Татьяна Одинцова. Исполняющая обязанности руководителя администрации накануне приехала в город с директорами школ, чтобы все тщательно подготовить к проведению мероприятия. Легкий завтрак, небольшая экскурсия по городу. И вот Одинцовский десант высаживается у мемориального комплекса «Брестская крепость». Здесь началась самая кровопролитная война в современной истории человечества. Построившись в колонну, идем от входа звезда к главному монументу – скульптурному изображению воина и знамени. Несколько сот метров и участники шествия у подножия самого масштабного памятника комплекса. Приветствуем делегацию Одинцовского муниципального района на Белорусской земле у стен Брестской крепости на митинге, приуроченном к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Слово принимающей стороне. Я нисколько не сомневаюсь, что в эти дни, дни победы мы еще все-таки все вместе этот праздник великий отмечаем. Это еще раз мы все вместе отдаем дань уважения, признательности тем, кто защищал нашу общую землю. Звучат гимны России и Беларуси. От имени главы района Андрея Иванова Татьяна Одинцова передает директору музея слова благодарности, памятный адрес и символ района – золотого оленя. Мы правильно с вами решили, что мы должны быть здесь. Там, где начались ужасы фашизма, мы сегодня должны отдать дань памяти. Чтобы никогда такого не было, мы их всех должны вспомнить. Проникновенные стихи в исполнении школьников Одинцовского района. Минута молчания и возложение цветов к мемориальной площадке городов-героев Советского Союза. Крепость держалась в течение месяца. Ее защищали солдаты более 30 национальностей Советского Союза. И только 28 июля 1944 года войска Первого Белорусского фронта отвоевали город Брест и Брестскую крепость, таким образом освободив белорусскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Достойное завершение эстафеты «Салют Победе». Во время экскурсии по мемориальному комплексу и музею обороны Брестской крепости в горле встает ком. Все здесь говорит о подвиге советских солдат, женщин и детей, которые предпочли умереть, но не сдаться врагу. А вот и самая знаменитая надпись, сделанная штыком одним из защитников Брестской крепости. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля 1941 года. Делегация не могла уехать, не посетив еще один символ Белоруссии, знаменитую и неоднократно воспетую в песнях Беловежскую пущу. Это остатки первобытного леса. Между прочим, заповедник считается самым большим во всей Центральной Европе. Здесь растет около 900 видов растений и обитает 250 видов животных и птиц, в том числе очень редких. Зубрам, волкам, рысям, медведям, оленям и другим обитателям пущи вольготно живется в вольерах. День, проведенный в Бресте, подходит к концу. Впереди обратная дорога и снова рабочие будни. Уже на вокзале подводим итоги поездки. Мы выяснили, что все-таки Брестская крепость – это герой, которая первая приняла вот такой удар за весь советский народ фашизма. И мы бы хотели, конечно же, приехать и в Берлин, к Рестагу и посмотреть, а где же наши воины там воевали. Мы хотим привезти наших детей и пусть для них это будет урок мужества. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.